Местинская экология. Речь идет о том, что республика наша была сырьевая, и она останется еще на долгие годы сырьевой. Богатая. У нас в промышленности ведь нет ничего. Только мы, самая сырьевая республика. Вот в 70-х годах бассейн реки Белюй впервые начали алмазодобычу. Кривошапкин Вадим Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Академии наук Республики Саха, Якутия. Родился в 1937 году в селе Шея Сумтарского района Якутской АССР. В 1960 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт. С 1996 по 2013 год являлся директором Института здоровья Академии наук Республики Саха. Вадим Григорьевич – заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач Республики Саха, Якутия. Награжден медалью Черского за заслуги в области науки, нагрудным знаком «Золотая кафедра России» за лекторское мастерство и достижения в области развития образования в России. Основное направление научных исследований – приполярная медицина, адаптация человека к экстремальным природным факторам Севера, экология человека, внутренние болезни, питание и качество жизни. Открытие алмазов в Якутии является одним из крупнейших событий XX века. По оценкам специалистов, в Якутии сосредоточено 83% запасов алмазов в России. 68 лет назад, 21 августа 1954 года, произошло историческое событие. В Далдыно-Алакитском районе Якутии была найдена первая в СССР кимберлитовая трубка. Ей дали символическое имя – Зорница. Открытие сделала девушка Лариса Попугаева в девичестве Гвинцевич. Это было выдающееся для нашей страны событие из тех, что называют открытиями века. Уже к концу 1955 года было открыто 15 коренных месторождений алмазов. Через год, в 1956 году, начали промышленную разработку трубки «Мир». Вокруг нее образовался поселок с одним названием «Мирный». Алмазы добычей. И что произошло? Вот эти… Вдруг группа Вилюйских районов резко стала… Ну, не трагедия, не трагедия. Очень широкая заболеваемость выросла. Стали сердечно-суистный уровень и резко вырос сердечно-суистный заболевание. Заболевание патологического органа дыхания, пищеварение. Появилось… Участило случая рождения детей, аномалиема развития, дети-уроды. Раковые заболевания стали… В общем, часто встречаться. Заболевания системы крови стали чаще встречаться. И в 80-м году, в 81-м году постановлением Российской Академии Наук Советского Союза, Сибирского отделения, организована была группа Вилюйская экспедиция, так называемая. И Академия, к чести Академии Наук Советского Союза, к чести этой Академии, то, что они взяли на себя финансирование этой экспедиции. И две группы ученых работало. Это экологи и медики. И работу медиков поручили возглавить меня. Мне пришлось этим плотно и заниматься этим. Что мы делали? Мы, экологи, занимались, начиная от мирного по русле реки Вилюй, брать пробы на металлы. Металлы, которые составляют, являются приоритетными для вот этого кембрилитового плата, к которому относятся мирдинские месторождения алмазов. И они искали в этих своих пробах, это почве, в воде, донных отложениях, рыбам, рыбное население, ткани рыб, пойменной растительности, вот эти металлы. А мы занимались, начиная от мирного по русле реки, по Сунтарском, Нюрбинском, Верхневлюйском, Вилюйском улусах, изучать состояние здоровья населения. В том числе изучали мы иммунную защиту, естественный, и гуморальный иммунитет этих людей мы изучали. Искали эти металлы в крови человека и в волосах человека. И при этом мы обнаружили, что оказывается, эти металлы в очень превышающем несколько раз концентрациях, они начали накапливаться в крови человека и в волосах человека. И резко страдает иммунная защита, и заболеваемость резко выросла, вот этих население этих районов. И в зависимости от того, в каком удалении находится от мирного это поселение, по русле реки, столько и как раз очень соответствует эта степень поражения этой патологии. Ну, мы написали, я не буду глубоко это проникать, потому что мы очень много писали, много книг издали, выступали. Но дело в том, что мы написали подробный отчет заказчику, отчет под версию независимой экспертизы, был признан положительно, и на основании этого вышло постановление правительства Российской Федерации о отчислении, двухпроцентных отчислений от миллионных прибылей компании «Алроса» в восьми районам так называемой «Алмазоносной провинции». Они строят больницы, оздоровительные мероприятия, дополнительные лекарства они покупают, очистительное сооружение делают. Мы доказали о том, что сбросы с хвостохранилища, алмазодавающих промышленности водные системы, реку Вилюй, они разрешались двумя министерствами, то есть они на законных основаниях сбрасывали. Эти металлы, которые приоритетные металли для кембрилитового экопалата, к которым относится Мирнинское месторождение, они проникали в экологическую сепочку, в том числе пищевую сепочку, через воду, через пойменную растительность, через мясо скота, молоко, масло, они поступали в организм человека, накапались и вызывали тяжелейшие патологии и болезни, вплоть до рождения детей с аномалием и развития раковых заболеваний. Эти хвосты, эти все отходы, они в воду не сбрасывают, они земные трещины, они закачивают. Вот они, вот так они говорят. Насколько это... Ну, я... Ну, экологи, они молчат, значит, так и есть, наверное, делают. То есть, во всяком случае, резко оздоровилась сама река. Уже появились такие очень чувствительные загрязнения породы рыб, осетровые и так далее, и так далее. Это говорит о том, что все-таки и вот это их меры, которые они приняли, учитывая вот наши исследования, они находят какое-то позитивное решение. Когда добыча была, они на загрязнение окружающей среды мало обращали. Сейчас очень много, экологическое движение очень мощное сейчас стало. Контролирующая сейчас служба очень хорошо работает. Так что они... Сложно допустить о том, что загрязнение такое массивное возможно. Но вот если применить вот эту ту методику, которую мы разработали, медико-экологический мониторинг, определение вот этих приоритетных токсикантов, характерных для данного месторождения, основных звеньях, пищевой цепочки, с тем, чтобы оно не попало человеку, и не накопилось в таксистских концентрации, и не вызвало у человека болезни, как в Билюйской группе в 70-х годах, вот это только этот единственный и нужный, самый необходимый выход из положения. добывать алмазы надо, добывать золото надо, это для страны нужно, для обороноспособности и так далее, и так далее, для благосостояния населения нужно, но при этом надо контролирующие вот эти самые лабораторные такие вот, вот как раз наша методика, она прецедент первой в мире, такой нет методики контроля, есть только экологический мониторинг, который вот у нас проводит Министерство охраны природы, а мы ее, я предлагаю создать на базе Центра экологического мониторинга охраны природы, Межведомственный Центр Медико-Экологического Мониторинга. Вот и здесь еще спор получился между экологами. Дело в том, что в Вилюйской группе Луссов произведено 11 подземных ядерных взрывов, два взрыва, из которых является выбором орденуклида в окружающую среду. И многие экологи, они все настаивали, что намеренно здесь радиация, вот это именно как раз которая попала в воды реки Марха и реки Вилюй, они как раз были вот эти патологии. И что мы сделали? Мы заключили договор такой, сотрудничество с Томским институтом медицинской генетики, академик Пузырев Валерий Павлович. И из одного из районов, я не буду называть, мы доставляли свежие культуры лимфоцитов, около 30 тысяч культур лимфоцитов, в стыковочных рейсах мы эти свежие лимфоциты передавали ее в Томск, и они исследовали, искали признаки радиоактивного мутагенеза в хромосомном аппарате этих лимфоцитов, этих людей. И признаком радиационного мутагенеза является наличие кольцевых хромосом, так называемых. Если хоть одну кольцевую хромосомы нашли бы, они могли бы утверждать, да, это мутагенез радиационный, то есть рождение детей, аномалии развития, огромное количество соматистской патологии, раковых заболеваний, это следствие радиационного мутагенеза, то есть это подземный ягерный взрыв, но ни одной хромосомы не было найдено, и все это в своем отчете они сказали, что здесь радиационный мутагенез никакой роли не играет, и здесь является химический мутагенез, и как раз сбросы вот этих алмазо-довывающих предприятий, и включение вот этих металлов, тяжелых металлов, хрома, никеля, титана, экологическая сепочка, тропическая сепочка, она как раз вызывает такую тяжелую патологию. С учетом этого нами разработана методика, называется методика медико-экологического мониторинга. Существует у нас республика мониторинг, он только экологический мониторинг, центр экологического мониторинга при Министерстве охраны природы. Что делает? Определяет эти, ищет эти металлы в воде, в воде, и в других объектах, насколько я знаю, не определяют. Только человек только выпал из этого. А мы решили, вот мы как раз решили, что обязательно не только воду надо обследовать, надо обследовать основные звенья пищевой цепочки и кровь То есть разработали методики медико-экологического мониторинга. То есть какие звенья пищевой цепочки? Это водная, питьевая вода, рыбное население, ткани рыб определяем, пойменные растительности, мясо, молоке и масля, которые люди накапливают, употребляют, и крови человека. И как раз вот этот разработанный методик мы опробировали на Тамторском месторождении редкоземельных металлов в Оленюкском Улусе. К чести руководства Оленюкского Улуса и Аннабарского Улуса Двух Олусов они нашли средства, нас финансировали, мы провели вот этот самый разработанный метод, мы опробировали, то есть мы провели первый этап этого мониторинга. потом, через пять лет мы должны были повторить, как это произошло, и произошло ли проникновение вот этих металлов, характерных для Тамторского месторождения и редкоземельных металлов, экологическую или трофическую сепочку, поступлением этих металлов кровь человека. Второй этап мы не смогли сделать, потому что уже эти районы, они не могли, не подыскали соответствующее финансовое мероприятие. Я что надо что добывающим организациям надо давать разрешение на добычу этих недр, алмазов и так далее, и так далее, золота, только в том случае, если переусловие, если они будут финансировать медико-экологическим мониторингом. Почему? Потому что это очень денежное, емкое, финансовое, емкое мероприятие. Это говорит о том, что мы первый этап провели, а второй этап не смогли из-за денег. А вот если в этом договоре добывающей организации было написано, что они будут финансировать медико-экологическое мониторинг, тогда это будет уже мониторинг, постоянный мониторинг, можно в состоянии сделать, осуществить. Для чего? Для того, чтобы найти, обнаружить загрязнение уже на этапе проникновения этого загрязнения только пищевую сепочку. И не допустить накопления в организме человека до токсических цифр этих металлов, чтобы не повторялась такая трагедия, как в Вилюйской группе Улусов в 80-70-х годах прошлого столетия. Есть у меня предложение опять новому составу, руководству Академии наук о том, что вот это создать на базе этого центра экологического мониторинга Министерства охраны природы, межведомственный центр медико-экологического мониторинга. Центр между Министерством охраны природы, Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия, СУВПУ, где имеется Институт прикладной экологии, Мессиинский институт, и под руководством и координацией Академии Новгорода Исполь Господа. Субтитры сделал DimaTorzok